Вышел сеятель сеять, и на доброй земле означает слышащее слово, и разумеющий, который бывает плодоносим, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. И вот во сто крат, он говорит, что это монашество. От монашества нули. Ну что он говорит? Это же не закон Господь судить-то будет, потому что он сказал. Он сказал, идите по всему миру, а они заперлись и теперь выше стали. Никак они выше не могут. Почему? Так он сам монах был. Они в рассуждениях тут сразу показывают, что для них главное монашество. Ну, в общем, это мы можем так... Да никак. Игнатий Иванович, ну вы же сами говорите, монах, если идет и благорестует, он может принести больше плоданий. Он не идет, он запертый. Это имеется в виду монашество, как монастыри и прочее. Ну, те-то понятно. А когда один, и идет, конечно, тогда он на первом месте стоит. Он не заботится ни о чем, только Богу угодить. Но этого-то нету. Не просто нету, а не заложено это. По хоме, у него только семь тысяч, кажется, было монахов. Да за рекой его сестра еще там тысячи, две-три держала девушек. И вот он однажды хворост собирает, а в каком-то ущелье. И потом остановился, ну, в пространстве упал, как Серафим Саровский-то. Ну, и братья-то замолкли, думать, что-то он видит. Когда он стал говорить, он говорит, я вижу из ущелья монахи. Поднимается тьма сплошная. Они лбами друг друга бьют. Пытаются подняться, срываются, и редко-редко который вылезет во свет. Это ему такое откровение было. Про Петра, про одного говорится, он знатное писание знал, но попал в плен. И он молился, и Георгий Победоносец его вывел оттуда. И вот теперь они услышали, родственники, что он в горах один. Они к нему приходят и говорят, мы-то ничего о Боге не знаем, мы тебя любим. Приходи, расскажешь. А он, этот сатана, пришел. Ему говорят, да мы же с тобой рядом жили никаких. Пошел, вот, фу, нечистая сила. И он никуда не пошел, считая, что это нечистая сила. То есть на пути Евангелия они перепутались с нечистой силой. Я насчитывал все жития святых, все. 1173 биографии. И скажу, что это глубокая пропасть, как Пахомий видел. Ну вот и весь ответ. Благодарю, Игнат Тихонович. У меня есть разрешение, которое в интернете гуляет. Монашество в том виде, которое оно пришло, то есть запереть самые лучшие силы, принесло зло в несколько раз больше, чем вместе взято фашисты, коммунисты, масоны и мусульмане. Конечно, они мне никогда это не простят. Но я сказал в словах, как молния. Надо идти проповедовать Евангелие. Вот этот Лонгин сейчас, там бывший жар Михаил. Вот их вытряхнули отовсюду, там трупы эти отобрали у них, мощи-то. И он там уже не знает, что делать. Ну идите, благовествуйте. Я сказал, у вас румыны есть? Есть. А молдаване? Есть. Украинцы есть. Белорусы есть. Создайте по паре и пошлите их. Нет никак. Они меня сразу отодвинули в сторону. А до этого прямо расхвалили. И теперь вот мои друзья... А я сразу им и сказал это. Ну и они меня тряхнули тогда. Идти надо проповедовать. Мы не зовем то путешествие, какое мы сделали. С Барнаула до Владивостока, а потом с Португалии. И Скандинавия, Прибалтика. И притом везде мы шли с дарами. Но это неповторимо. Это никто никогда не делал и не сделает. Ну и тогда сравнивают. А вы считаете, чей труд более полезный? Конечно наш. Как? Да потому что апостол поговорил и пошел. Люди такие же, все забывают. Написал одно послание. А к нему дойдет или нет? И злодики не дошло. А мы-то оставляем книги, 38 томов и Библию. Так не один, не два, 650 библиотек. Север, Турция, государство Европы все захватили. Скандинавия, Прибалтика. Ну так вот думайте о себе. Не надо думать, надо говорить определенно и соответствует ли действительности. Мы шли с дарами. И там везде проповедовали. Несколько тысяч проповедей было. А то у нас три года вложилось. 120 тысяч километров. Потому что мы оставляли, они люди считают. Потом я уже встречаюсь здесь, они обратились. Ну и они там охотиться стали, попы за нашими книгами. Вот на всенниках они. Вот знаете, это книги очень хорошие. У нас семинарии, они так нужны. Они говорят, не надо, вы к ним обращайтесь. Мы не дадим. Не-не, я ничего так. То есть обманным путем вырвать. Говорят, книги ваши берут и сжигают. Ни разу не видел, чтобы сжигали. Действительно, они взяли в одной библиотеке. Они у них стоят. Может, кто-то считает. Я же там не был. Вот такая, брат, история. Геннадий Тихонович, а почему вы именно в библиотеке отдавали книги, а не в храмы? Ведь библиотека это светская. А в храме что? Вот один у нас священник был. Здесь он. Это сейчас я могу неправильно сказать. Это город здесь, Брис, Урала. И он, главное, эти книги-то получил. И выписал вопросы. И крупным шрифтом, как простыни, вывешал там, где продается что-то. И когда люди говорят, мне вот это, он смотрит, он 15-й. Он под прилавок достает и дает. Вот один раз такое видел. Да, мы старались это сделать. В церковь, а в церковь кто? Занятия кто будет вести? Раздавать только, так из библиотеки возьмут. А у папа нет. Да и не боятся. Если такую молву обо мне говорят. Вот сейчас только опять на пот. Три дня назад или два дня назад. На меня огромная жалоба была написана в местное отделение полиции. Что я каких-то нанимаю людей, не рассчитываюсь. Что-то там издевательство над детьми. То есть такая чушь, говорит. Даже можно сказать собачья. Ну, видно, что который писал, или он заставил кого-то, или упросил, знает все. Знает, что я сидел. Это поминает, так сказать, уголовник. А это моя высшая награда. Оно дало мне звание и исповедника. И власть заступается за тех, которые отступили где-то и не выдержали пыток. Вот такое дело, брат. Ну и пришлось срочно ответить. И мне оттуда ответа нет. Лежал, говорит, в психиатрии. Не лежал я ни одного дня. А это когда в УЭС серьезная какая-то статья, то специально проверяют. Проверка идет. А у меня блестящая характеристика оттуда. Как я там был, беседовал. А пышного на неделю только. В Новокузнецке, кажется, было. Неделю. А меня держали чуть не месяц. Ждали какое-то светило. И он приехал. Мазур Моисей Ааронович. Интересно, какой национальности. Ну и вот с ним беседуем. И он говорит, а вы голоса слышите? Я говорю, слышу. Какие? А вот за дверями матерятся стоят. Да нет, не про это. А бывает что-то. А вот смотрите, Зоя Космодемьянская и Варвара Великобученица. Чей подвиг выше? Я говорю, конечно, Зоя Космодемьянская. Как так? Он говорит, да так. Варвара, что у нее отрезали, выбросили, жгли, она получит в этот же день. Я скоро ее гонял, отец. А Зоя Космодемьянская, она никогда не ждала, у нее веры нету. И она выдержала пытки эти, никого не выдала. Вот как. Так, слушаю. Вопросы, братья? Игнат Тихонович, а я вот Златоуста читал против иудеев там слова, ну, такое ощущение, как-то он прям жестко так к нему, ну, не знаю. Говорить надо то, что он говорил то, что у него... Правильно ли это? Он что видел, то время, то и говорил. А вот микрофон выключен, Игнат Тихонович, микрофон включите. Микрофон включите, а он так и включенный. Ну, так-то слышно, нет? Надо Владимира позвать, наверное. Ну, еще не слышно. Брат Владимир, там у Игната Тихоновича микрофон отключился. Нажали, нажали. Ну, вот так, видишь, нечаянно нажал, не увидел я. Ну, так-то слышно? Да, вот слышно, Игнат Тихонович, насчет Златоуста иудеев. Я хотел сказать, что он говорил то, что видел. Опровергать нельзя. Они, христиан, которые слабые, заводили к себе и принуждали буквально. И поэтому враждебность их не знала границ. Поэтому были такие уже принятые каноны. Вместе в бане не мыться. В корчму вместе не заходить. То есть, все время опасались за своих прихожан. Так это и печатается, и никто за это не придирается. Это все соответствовало действительности того времени. А у меня операцию мне делал Шойхетт Яков Нахманович. Это заместитель губернатора и врач, профессор, доктор медицинских наук. У меня всегда попадались эти люди этой национальности. Все хорошие. Ни одного не было враждебного. Ну вот, здесь у нас приходит Наум Израилевич. Он в моем доме обратился. Еврей, чистопородный. Не так, что полукровка. Наум Израилевич Борщуков. В моем доме он обратился с одной беседой. Потом я у него стал крестным. Поехали в переделки на даче писателей около Москвы. Там храм святого Филиппа Колышева, которого Малюта Скуратов задушил. И там он крестился. Но я вот, когда в миссионерские путешествия были, мы заезжали несколько раз. Он приветливый очень. И люди у него такие. Он меня сразу... Тут есть даже проповеди. Я говорю, и переводчики стоят и сразу переводят по-грузински. Может, кто-то видел? Да, видел, Игнатих. Ну вот, это не подделка, это реальность. Вот так. Он всегда обращается ко мне, отец мой, отец мой. Вот как Бог делает. Это благодать Божия двигает. Горы. Я слушаю, давайте, вопросы. Братья, ну если вопросов нет, тогда Игнатих еще выберет молиться. Да, сейчас я скажу. Внимательно слушайте. Так. Мельник Ванина здесь. Я Нина или... Анна. Неправильно я произнес, простите. Тут сливается, а у меня глаза еще плохо видят. Нету. Ладно. Так. Андрей, недоступ есть? Что-то кто-то что-то. Анна, у вас в микрофон неисправен. Ничего не слышно. Я вас отключу. Ну ладно, тогда не надо. Андрей, недоступ есть? Доступный, нет? Да, я здесь. Ну вот, братья пропоют там достойно, может быть. Молитву своими словами скажите благодарность Богу. И в конце прославьте Святую Троицу. И громко говорите Аминь. И кто согласен, все говорите Аминь. Молитва делается вашей. О чем говорит апостол Павел. Если не понимает, говорит, как скажет Аминь. Во славу Божию. Достойно есть якова истину. Блажите Тя Богу, Родицу. Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога Слова Родшую. Сущую Богу Родицу Тя величает. Отец Небесный, мы предстали пред Тобою. За слова, дела и мысли, в чем прегрешили, прости нас. Благодарим Тебя за этот день благословенный. За собрания и занятия. Ты собрал нас, милосердный Господь. Укрепи и приготовь нас к грядущим испытаниям. И даруй нам устоять во всех этих испытаниях. Слава Тебе, бесконечный Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Во славу Божию. Аминь. Спаси Христос. Субтитры создавал DimaTorzok